Дуби-ду-би-ду! Всем привет! Сегодня маленькая интересная штуковина. Электрикам нужно поменять кабель, но они правильно сделали, что не занялись этим. Гнездо небольшое, но если вы слегка его пошевелите или поменяете обстановку вокруг него, может кое-что спровоцировать. Гнездо размером с баскетбольный мяч. Ну нет, с футбольный. И раздача от него может быть впечатляющей. Злить я их не буду, я не хочу, чтобы рабочие здесь долго работали. Гороэлектросеть меня срочно вызвала, и поэтому мой планинг теперь отстает от вызовов. Я извиняюсь перед теми, к кому приеду позже. Так, теперь поехали. Немного подумав, я понял, что я в мячах не разбираюсь. Это точно не баскетбольный мяч, но какой-то. Незначительная, просто даже незаметная, можно сказать, измена обстановки окружающей среды провоцирует чешней на атаку. Не уверен, хорошо ли вы ясно видите гнездо. А, вроде нормально. А рабочим нужно поменять вот этот вот кабель. А, какие вы вредные! Начали меня атаковать. Маленькая атака. Маленькое гнездо. Соответственно, маленькая атака. Вот так вот. Вуаля! Ладно, все, обрабатываем. Черт, опять я в глаз попал. Рабочие предложили мне убрать гондолу, и это была неплохая идея. В общем, большое-небольшое гнездо, но атака может быть впечатляющей. Олей! Немножко отравы. Второй пшик для удовольствия. Использовать в данной ситуации брызгалку? Не. Если вдруг что-то случится, то посмотрите, где вы находитесь, на какой высоте. И тем более, если сюда лезть на лестнице, знаете, маленькое гнездо маленькое, но может привести к большим последствиям. И да, да, падать не всегда интересно. И очень даже часто это больно. Как видите, гнездо маленькое, но движуха сильная, значит, там популяция мощная. Может, где-нибудь и рядом другое гнездо есть. Надо посмотреть деревья. Сейчас начало сентября, и гнезд может быть очень много. Но такое маленькое гнездо в начале сентября, это не очень-то и часто можно увидеть. А некоторые говорят, ты знаешь, в этом гнезде только самцы живут. Я не смотрел, есть ли у этих шершней пиписька, но я думаю, что жало там точно есть. Но шерши на самом деле очень маленькие. Сейчас посмотрим. Да, на самом деле, очень мелкие. Посмотрите на размер гнезда на начало сентября. Никакой логики нет. И как вы видите, там есть личинки. Кладка, значит, там есть пролева. Вуаля. Куколки, личинки, все, что надо. Ладно, теперь я должен нагонять свой планининг. И извиняюсь перед всеми клиентами, которые сегодня утром меня ждали. Когда где-то идут работы, они являются приоритетными. Вот что происходит, они все возвращаются в гнездо и прикасаются к яду. Через час рабочие смогут вернуться к работе. Бай-бай, хорошего настроения и юмора. Чао, бай. Чао, бай. Чао, бай. Чао, бай.